Всем привет, уважаемые подписчики и гости канала Обзорщик. Сегодня у меня на обзоре очередной приобретение для дома и дачи. Это углошлифовальная машина Makita GA5030. Предназначена для шлифовки, зачистки и резки материалов из металла и камня без использования воды. Родина бренда Япония, а производится в Румынии. Шлифовальная машина упакована в картонную коробку небольших размеров и имеет вес около двух килограмм. В продаже имеется модель GA5030K, которая поставляется в кейсе. Данная модель предназначена для использования отрезных шлифовальных кругов диаметром 125 миллиметров. Это порядка 5 дюймов. Об этом соответствует эта надпись. С максимальной толщиной 6,4 миллиметра. Инструмент имеет второй класс электробезопасности, о чем свидетельствует рисунок из двух вложенных квадратов, который включает в себя наличие двойной или усиленной изоляции. Причем заземление корпуса не требуется и вилка может не иметь заземляющих контактов. Внутри коробки лежит зачистной камень с артикула 741-472-7. Предназначен для обработки металла. Круг имеет следующие характеристики. Размеры. Диаметр 125 миллиметров. Толщина 6 миллиметров. Посадочное отверстие под болгарку 22,2 миллиметра. Максимальную рабочую скорость 80 метров в секунду. Максимальная частота вращения 12250 оборотов в минуту. Маркировка по стандарту EN 12413 указывает на то, что производитель следовал необходимым требованиям безопасности с целью предотвращения рисков для конечного пользователя. На круге имеются пиктограммы безопасности для предупреждения людей о возможной опасности. Знак спецификации А36П-БФ говорит нам о том, что в качестве абразива использован оксид алюминия со средним размером зерна, имеющий среднюю твердость. Абразив закреплен на круге при помощи синтетической смолы, упрочненной стекловолокнами. Руководство по эксплуатации шлифовальной машины на русском и английском языках. Сертификат соответствия. Подтверждающий соответствие установлен нормам безопасности и качества. Гарантийный талон. Подтверждающий гарантию производителя. Ключ для откручивания и закручивания прижимной гайки. Боковая ручка-рукоятка шлифовальной машины GA5030. Изготовлена из черного пластика с продуманной эргономикой. Имеет резьбовое соединение. Винтовой защитный кожух шлифовального диска выполнен с толстого металла и окрашен черный цвет. Довольно-таки увесистый. Фиксируется на инструменте при помощи одного винта М5 на 16. А вот и сама шлифовальная машина Makita. Сразу отмечу, что я ей уже попользовался, поэтому имеет царапину на изделии. Весит порядка 1,4 килограмма. Имеет приятный вид. Кожух изготовлен из ударопрочного пластика двух цветовых исполнениях, синим и черным. Кожух приятен на ощупь. Хорошо лежит в руке. Так как корпус небольших размеров, то его легко обхватить рукой. Что придает еще больше уверенности при работе. Снизу кожуха есть усилитель питающего кабеля. Выполненный из мягкой резины, которая хорошо гнется. Кабель имеет 2,5 метра. С вилкой европейского стандарта. Редуктор заключен в алюминиевый корпус. В котором предусмотрены 2 отверстия с резьбой для установки боковой ручки. Под наклоном 10 градусов относительно вертикали. На разные стороны. В верхней части корпуса редуктора имеется кнопка стопорного штифта. При нажатии на которую заключается возможность проворота шпинделя. Момент установки кругов. На оси шпинделя находится внутренний фланец с насечками. Для исключения проворота установленного диска и прижимная гайка. В нижней части корпуса редуктора имеется вентиляционное отверстие для охлаждения шлифовальной машины. Рядом со шпинделем, который имеет резьбу М14, имеется 4 винта. Откручивая которые, можно снять корпус и заменить подшипник, который тут располагается на валу шпинделя. На боковой грани пластмассового кожуха имеется кнопка выключения питания с фиксацией. Что делает использование шлифовальной машины более удобным. Рядом с кнопкой расположен логотип фирмы. На другой боковой грани расположена наклейка с основными характеристиками шлифовальной машины. Напряжение питания 230-240 В, частота вращения шпинделя 11000 оборотов в минуту, потребляемый ток 3,2 А и мощность двигателя 720 В. В заключении стоит отметить, что данный аппарат заслуживает уважения. Угловая шлифовальная машина очень легкая, имеет небольшие размеры, хорошо держится в руке. Корпус выполнен из приятного на ощупь пластика. Эксплуатируя шлифовальную машину, остаешься доволен тем, как она собрана и показывает себя в работе. Обладает минимальными вибрациями и шумовыми показателями. Имеет большую скорость вращения шпинделя. Удобная пластиковая эргономичная ручка, которую можно зафиксировать на корпусе в двух положениях, радует и кнопка включения, которая имеет фиксацию в рабочем положении. Основным недостатком кнопки является ее отщелкивание при случайном касании кнопки рукой. Очень гибкий кабель с дополнительным усилителем на вводе в корпус. В целом, Makita GA5030 это неплохое приобретение для бытовых нужд. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. До новых встреч. Пока.